коллеги добрый день меня зовут екатерина шапырина я эксперт и ментор во франко-российском акселераторе вина также раньше работала российской венчурной компании была координатором дорожной карты health.net и еще дальше была молекулярным биологом занималась клонированием и созданием различных биологических конструкций работал с патогенными штаммами но сегодня мы с вами поговорим про технологическое предпринимательство и все наше мероприятие как раз посвящено популяризации технологического предпринимательства рассказываешь про стартапы что общего колледж берклия считает что между предпринимателем музыкантом очень много общего и что же между ними общего ну во-первых музыкант и предприниматель должен слышать вокруг что происходит и соответственно все идеи какие-то интересные они уберут извне да то есть это такой некий локатор который генерит эта идея второе конечно же предприниматель и музыкант должны импровизировать и соответственно хороший предприниматель он умеет импровизировать и подстраивается под текущую ситуацию третий самый важный наверное если вы стартап то вы команда и если мы возьмем уже музыкантов как оркестр то мы понимаем что для того чтобы хорошо было сыгранная у нас команда да то есть у нас все команда должна быть прекрасно знать свою роль прекрасно знать когда вступать соответственно здесь между предпринимательской командой и музыкальной команды конечно же очень много общего ну и конечно же музыкант и предприниматель каждый раз думает как усовершенствовать или ищет что-то новое да то есть это творческая такая некая роль и ты творческая деятельность соответственно что же такое предпринимательство есть несколько определений то есть это процесс создания ценности благодаря нетрадиционному набору ресурсов позволяющих воспользоваться благоприятной возможности есть определение что это стремление воспользоваться благоприятной возможностью невзирая на то имеется для этого необходимые ресурсы и еще также есть третье определение предпринимательство это способность определять ключевые основания для создания новых предприятий но как бы мы ни говорили то прежде всего предпринимательство это про то как выявить возможность и эта возможность которую вы потом уже реализуете то есть как то возможность которую вы увидели и взаимодействие с клиентом то есть это основной процесс здесь показан как выглядит предпринимательство да то есть это выявить возможность разработать дальше концепцию бизнес-модель подтвердить концепцию определить ресурсы и уже именно под то что вы уже разработали концепцию ресурсы вы находите запуск и управление соответственно конечный у вас вариант уже это анализ результата теперь следующий вас вопрос вам вопрос что при чем же здесь тех технологическое предпринимательство как вы думаете что такое технологическое предпринимательство и как мы его видим как вы 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 его понимаете тоже свободной форме говорим создание новых технологий так еще что думает алгоритм каких-то действий технологических кто еще что думает так 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 использование новых технологий хорошо тогда я вас спрошу как вы думаете продажа лаптей на вайлдберрис это будет технологическое предпринимательство нет так хорошо а если мы вот эти народные свистульки вреза делаем на 3d принтере это будет технологическое предпринимательство да ну вы правильно говорите на самом деле технологическое предпринимательство конечно здесь понятие она размытая до технологическое это предпринимательство, которое использует современные технологии, какие-то инновационные продукты. Я чуть дальше вам скажу, что может использовать технологическое предпринимательство. На данный момент, конечно же, границы у технологического предпринимательства размыты, потому что мы без современных технологий практически уже не можем жить, чтобы позиционироваться на рынке. и просто технологии настолько вошли в нашу жизнь, что без них уже никак, поэтому условно многое можно назвать технологическим предпринимательством. Для технологического предпринимательства очень важны идеи. И было проведено исследование в 1997 году, и они показали, что когда на входе было 3000 сырых идей, одна из них была успешная, то есть на самом деле воронка была очень большая, то есть 3000 сырых идей, 300 было подано идей, и в конце получилась на выходе одна успешная идея. На самом деле, конечно же, мне кажется, что все гораздо лучше, но исследование было таким. Еще также мы понимаем, что креативная идея – это не всегда равно хороший предпринимательский продукт. Например, вы можете сделать классную идею вечеринки, но это не факт, что станет вашим предпринимательским продуктом, но идея все равно может быть классная. Хотя, если вы создадите потом какой-то ивент-стартап какой-то на этом основании, то будет, наверное, очень здорово. И, собственно, теперь хотел бы рассказать немножко о выборе идеи. Это на самом деле краеугольный камень во всем процессе предпринимательства. То есть, собственно, что важно? Вот этот кружочек – идея должна быть, прежде всего, интересна для вас. То есть, если вам тема эта неинтересна, то вы, скорее всего, потеряете интерес, быстро перегорете и не будете этим заниматься. Потом еще очень важная часть – это у вас должны быть знания и навыки. Здесь есть таких два нюанса. То есть, у вас должно быть какое-то либо базовое понимание, да, то есть, какие навыки нужны. А также у вас может быть здесь суперэкспертность, которая тоже может мешать. Но суперэкспертностью тоже есть методы работы, которые помогают вам убрать вот эту шапку экспертности, которая мешает работе, и двигаться дальше. Потому что бывают иногда экспертные шоры, которые мешают развиваться вашему проекту. Конечно же, для вашей идеи нужны обеспеченности ресурсами. Это могут быть денежные, социальные, людские. Мне кажется, что очень важно это социальные, людские, потому что, если у вас есть какие-то связи, знакомые, которые вам могут либо подсказать, либо куда-то направить, то, конечно же, денежные ресурсы у вас потом потянутся, и это следующий этап вашего развития. И, конечно, чтобы правильно выбрать идею, тема должна быть актуальна. Что мы понимаем под актуальностью темы? Это про тренды. То есть нужно понимать, что на данный момент сейчас популярно в тренде, какие есть тенденции. Что же вообще такое понятие тренд? Тренд – это объективно протекаемый процесс, то есть то, что вы выглянете на улицу, и вы будете понимать, что да, это точно тренд. То есть он всегда измеряемый, он всегда количественный. Вы его можете просто, например, погуглить и проверить, что этот тренд действительно существует. Соответственно, тренд может быть на увеличение, либо на уменьшение. Он будет проходить в каких-то границах. Ну, соответственно, вы обязательно говорите, что, собственно, меняется в рамках этого тренда. Пример тренда, например, увеличение количества машин на улицах мегаполиса. То есть мы говорим, что граница – это у нас мегаполис, у нас тренд увеличивающийся, и, соответственно, как он меняется, то есть все увеличивается, увеличивается. Ну, то есть у тренда, конечно же, может быть окончание. То есть в каком-то году, мы говорим, что у нас количество машин будет увеличиваться, а потом сказали, что в 30-м году мы все перешли на общественный транспорт, и тренд у нас пойдет в обратную сторону. А теперь я расскажу вам про мегатренды. То есть мы как раз переходим, это цифровизация, то есть очень большой тренд, это как переход в онлайн, из оффлайна. То есть мы переходим в зумы. То есть это глобальный тренд, который есть. То есть здесь показаны цифровые двойники, которые бегут с тобой, или цифровые бадди, которыми ты бегаешь вместе и участвуешь в соревнованиях, хотя на самом деле бежишь один. Так, следующий мегатренд – это увеличение количества людей серебряного возраста, то есть из старения населения, но при этом мы понимаем, что качество жизни немножко меняется. Соответственно, и, конечно же, здесь огромный блок сервисов по управлению здоровьем, по управлению, то есть наблюдением здоровья и другие форматы. Может быть, какой-то long-life learning, то есть обучение в течение жизни тоже здесь будет задействован, судя по этому тренду. Другой мегатренд. Как вы думаете, что это за тренд? Шварценеггер был специально спутать, что это про старение населения. Здесь это более понятно. Роботизация, автоматизация процессов. Например, взять тот же самый Амазон. У них на складах в основном работают роботы, перевозят все посылки. Люди в основном участвуют как просто наблюдателями за процессом. Основной процесс выполняет робот. Ну и на промышленностях вы тоже видите, что в большей части занимают роботы. В биотехе тоже. Сейчас даже раскапывают форезы или там замешивают ПЦРы. Роботизация доходит и до научной части. То есть это очень такой сильный тренд. И другой мегатренд. Это, соответственно, увеличение количества гаджетов. То есть у каждого есть персональный гаджет. Это раз. И второе, конечно же, здесь еще один мегатренд. Это то, что у нас очень много приложений появляется. И если вас, собственно, нет, или какой-то компании нет в приложении, она практически не существует на рынке, потому что, ну, то есть ей люди не будут пользоваться. Там, например, вспомните тот же Азон, Вальдберес. То есть любой магазин крупный, он присутствует в онлайне, он присутствует в приложении. И вы можете с помощью своего смартфона сделать там в два клика заказ, и товар будет уже у вас. Еще один мегатренд, он здесь последний. Это, собственно, так называемый тренд кастомизации или персонализация. То есть то, когда мы делаем именно под одного человека. Мы все разные, потребности у нас разные. Соответственно, даже какие-то персональные услуги для здоровья или еще что-то идут в зависимости от того, какие у вас показатели. Это огромный тренд. Сейчас даже стартапы или даже предпринимательские какие-то проекты или магазины делают там одежду под ваше желание. То есть какие-то конструкторы одежды. И, соответственно, тоже такой большой тренд. Теперь давайте я вам еще раз расскажу, как же у нас глобально проходит выбор идеи и как мы выбираем идеи. На первом этапе у нас появляется идея. Мы эту идею слушаем, присматриваемся к ней, смотрим, насколько она хороша. Дальше у нас выделяется блок проблемы. То есть в этой идее мы должны вычленить проблему. Причем проблема у нас всегда для кого-то. Проблема не может быть повешена в воздухе, проблема должна относиться к определенному субъекту. Если вы этот пункт не проходите, то ваши идеи недоработаны. Дальше эту проблему, то есть после того, когда мы ее субъективировали, мы пропускаем обычно через какой-нибудь алгоритм. Например, это 5 почему или рыба и сикавы. Рыба и сикавы это у нас инструмент тойота. Вы, наверное, те, кто как-то сталкивался с этим, знаете, что такое. Но можно через 5 почему, это чуть попроще. Для чего это нужно? Для того, чтобы дойти до уровня корневой проблемы. Когда вы понимаете, что это корневая проблема, то вы начинаете уже с ней работать и генерить идеи, решения для этой проблемы. Очень часто бывает и на модульных программах, и сколько с проектами мы сталкивались, на вычленение проблем уходит очень много времени. Например, для корпоратов, для вычленения проблемы мы потратили месяц, пока они определились с проблемой и поняли, что проблема именно такая, ушло очень много времени. Даже Альберт Эйнштейн говорил, что дайте мне 50 минут времени, 45 минут из них я буду думать, какая проблема, а через 5 минут я напишу решение. Я не гарантирую, что формулировка была именно такая, но примерно 95% времени он потратил на формулировку проблемы и 5% времени он потратил на решение. Соответственно, когда мы придумали решение, мы, конечно же, делаем анализ рынка, что есть похожего, собираем материалы, то есть смотрим анализ конкурентов, анализ похожих решений и потом уже думаем, насколько хороша наша идея. Если мы считаем, что наша идея немножко не хватает какой-то инновационности или какой-то новизны, то мы пропускаем через алгоритмы, обычно эти алгоритмы могут быть трис, и ваша идея, она становится модифицированной. И из них вы делаете, конечно же, шорт-лист, то есть пишите, какие идеи вам больше всего нравятся, оцениваете их, то есть риски, потенциал, реализуемость, и потом уже выбираем свою лучшую идею и с ней начинаем работать. И, собственно, о проблемах что следует сказать, да, где мы берем проблемы? Ну, во-первых, очень много стартапов или проектов появляется из того, что у меня болит. Например, если взять, ну, например, у меня были знакомые, они говорили, что у него там или кто-то из знакомых болел раком, или еще что, они после этого начали работать с проектами про рак, создавали компанию, даже не будучи сами биологами, но создавали проект, посвященный именно медицине. Но здесь может быть, собственно, либо очень сложно, да, либо шоры, то есть у меня болит, а у другого не болит, поэтому, соответственно, идея может быть не слишком актуальна. Следующее, я знаю, у кого боль, то есть у меня, например, друг Вася, у него что-то болит, он мне пожаловал, скажет, а, идея, точно. Но тоже Вася может быть только такой один, он может быть с один уникальной такой проблемой, у всех остальных не болит, и поэтому, соответственно, это, конечно же, надо проверять, иллюзия это или нет, и проверить, есть ли у других похожая проблема. И еще, как можно сделать это, я знаю, как улучшить существующие решения, но здесь важно понимать, что же нового вы хотите принести в вашем улучшении. Давайте теперь, собственно, перейдем, мы говорили про предпринимательство, да, а теперь про стартап. Это Dollar Shaving Club, да, то есть это бритва по подписке, то есть на самом деле они сейчас уже продались Unilever за какой-то там миллион или миллиард денег, а до этого это просто была компания, которая там продавала бритвенные станки и еще что-то, но потом пришел один из, там был талантливый маркетолог, и он предложил именно идею о подписке, и когда мужчинам, то есть когда они подписывались на этот продукт, им там после окончания времени определенного приходил уже курьер и держал им следующий кит, и они могли даже не задумываться и спокойно пойти бриться. Ну, почему-то, вот вроде бы, очень такая простая идея, но она стоила большого количества денег. Так, ну это не стартап, это Энди Уорхол, если вы такого слышали, он сидит там по своим лекалам, там что-то рисует, но если сделаете вы то же самое, к сожалению, вы столько денег не получите, как этот человек, да, то есть Бэнкс, возможно, то же самое делает, да, но он еще делает на такой, у него китч есть, то есть пытается какой-то в обществе резонанс, там нарисовал картину, его разрезали, там Шреддер, да, то есть это некий посыл такой сделать, вот, но это не масштабируемо, это эксклюзив, это не стартап. Это сеть каворкингов WeWork, открыл его выходец из Израиля, Адам Нейман, причем ему сначала не одобряли его проект, он еще сеть калинингов делал, говорит, что очень похоже на концепцию коммунизма, вот, ну в итоге он потом получил инвестирование, сеть каворкингов по всему миру, сейчас, правда, у него, по-моему, дела пошли не очень хорошо, после того, как он на IPO вышел, немножко там потерял в деньгах, вот, но посмотрим, что будет дальше. А так это стартап, у него как бы все было прекрасно. Так, это EPUM, здесь даже подсказки, собственно, если кто-то пользуется Google, то тоже не возбраняется, можно просто набрать в интернете, посмотреть. Это, в принципе, бизнес по, такая сервисная компания, которая там отдает айтишников на аутсорс, то есть она аутсорсовестная такая компания. Так, ну и, собственно, стартап – это временная организация в поисках повторяемой, масштабируемой бизнес-модели. Здесь, собственно, было правильно указано, про это и сказано. И действующие в условиях экстремальной определенности. Собственно, неопределенность – это не всегда про технологии, да, то есть если мы говорим, что такое технологические, то есть мы говорили именно про технологические инновации, на самом деле, то есть это бывает не только технологические инновации, могут быть и не технологические инновации. Например, это какой-то новый организационный метод, включающий изменения в бизнес-модели и практиках. Либо вот маркетинговый, да, то есть маркетинговый метод, включающий значительные изменения в вашей модели. Это то же самое вот про Dollar Shaving Club. Продуктовая, соответственно, здесь, конечно же, может быть именно технологический инноваций, то есть какой-то суперпродукт, я не знаю, мясо из пробирки, еще что-то. И процесс, какое-то новое улучшенное производство, либо способ доставки. Сейчас мы все перешли на доставку из интернета, то есть вам привозят, вам привозят даже Яндекс.Такси, возят все, то есть это как раз именно про это. Как вы думаете, вот здесь показано топ-20 причин провала стартапов, первый блок упущен. Как вы думаете, главная причина, почему стартапы проваливаются? Здесь показано, что плохое время для старта, продукт плохой, потом мало денег, неправильная команда, не следован рынок. Как вы думаете, какая же главная причина того, что стартапы разваливаются, и это самая топовая причина? Невостребованность. Так, невостребованность кем? Правильно, да. Вы не сходили к своему покупателю, и вы не поняли, нужны ли вы рынку вообще. То есть если вы не понимаете, нужны ли вы рынку, то ваш стартап, скорее всего, провалится. Все остальные причины, они идут уже позже. Они, конечно же, важны, но именно то, что вы не пошли к своему клиенту, это прямая дорога к провалу. И если говорить о том, как было раньше, соответственно, раньше проекты так и запускались. То есть вы сначала, у вас была идея, вы писали бизнес-план, потом бежали к инвестору, он вам выделял деньги на вашу большую портянку с бизнес-планом. Вы делали техническую разработку, запускали, и у вас либо все было прекрасно, либо у вас потом остановка была, если что-то было не так. И в процессе, конечно же, вы могли делать множественные повторы и исправления. Это было примерно вот так до 2000 года. То есть примерно это традиционный такой запуск проектов был. И в 2000 году у них вообще было... То есть если вы присутствуете в интернете, то вам уже, собственно, выделяли огромное количество денег. Но вот в марте 2000 года, собственно, произошло такое событие, как крах дуткомов. То есть когда все рынки обвалились, там на сколько-то индексов, там была потеря огромная в деньгах. Потому что поняли, что компании, они были по факту иллюзией. То есть они ничего из себя не представляли. Компании пустышки. Они просто присутствовали в интернете, а на самом деле из себя ничего не представляли. И один, условно, предприниматель, он вообще заработал кучу денег только из-за того, что он продавал пиксели на своем сайте. И после этого, конечно, было банкротство, осуждение за мошенничество. И, соответственно, можете почитать в этом в нашем интернете. Но все было это до вот этих ребят. Здесь это Стив Бланк и Эрик Рис. Это те разработчики, собственно, это Каздеф, или развитие клиента, или кастомер-девелопмент. И второй, это, собственно, тот, кто придумал бережливый стартап. И его проповедник этой идеи. Причем сам Стив Бланк, он основал где-то около 8 стартапов. То есть он очень успешный предприниматель. То есть его идея кастомер-девелопмента очень хорошо помогла ему. Ну и Стив Бланк был айтишником. И, собственно, он применил свою методику, как раз прежде всего, на своей компании, чтобы разрабатывать продукт. Соответственно, что они же такое привнесли? Прежде всего, они сказали о том, что необходимо придумать идею. И следующий этап, это как раз протестирование своей идеи на потенциальных потребителях. После того, когда вы протестировали, вы понимаете, вообще востребована ваша идея для клиентов. И только после этого начинаете технологическую разработку. Потом вы делаете минимальный жизнеспособный продукт, то есть то, что хоть как-то может работать. И, соответственно, у вас идет либо рост и развитие, либо у вас идет исправление какое-то. И у вас постоянно происходят изменения. Если вдруг у вас ваша идея не понравилась клиенту, то вы меняете свою бизнес-модель. То есть это ничего страшного, даже крупные компании это проходят, то есть меняют свою бизнес-модель. То есть это и есть по факту лин-стартап. То есть что вы делаете? Это вы взаимодействуете с клиентом, то есть у вас идет касс-дев, потом лин-управление. И бутстрепинг это то, что вы делаете с помощью своих сил, с помощью своих ресурсов на первом этапе. То есть как вы думаете, почему важный этап того, что вы делаете, стараетесь своими силами, своими деньгами сделать проект, идею реализовать или стартап запустить? Больше ответственности, больше задач. Больше ответственности, больше задач. Бывалые, пожалуйста, кто? Может быть, а может быть не бывалые. Независимость, все правильно. Если вы позволяете инвестору зайти сразу в начале, то вы должны, конечно же, ему долю. Соответственно, он потом владеет вашим бизнесом, соответственно, влияет на решение. Это как раз цикл того, как можно управлять лин-стартапом. То есть у вас появляется идея, вы строите, соответственно, либо разработку, или еще что-то. Получаете продукт, исследуете, получаете данные, учитываете какие-то особенности, и потом у вас цикл повторяется. То есть ваш продукт всегда, он как-то дорабатывается. Если вы увидите современное приложение, либо какие-то технические разработки, на самом деле, постоянно происходит доработка продуктов. У вас выходят приложения, например, в Google Play, да, и вы его скачиваете, и приложение постоянно дорабатывается. То есть постоянно идет взаимодействие с клиентом. Что же важно? Именно из-за того, что ваша идея постоянно дорабатывается, и вы всегда продукцию дорабатываете, вам необходимо делать концепт бизнес-модели. Бизнес-модель – это не бизнес-план, это короткая схема, которую вы делаете буквально, там, не знаю, на листке А4, но она вам четко показывает схему вашего бизнеса. Что здесь входит? У вас здесь прежде всего это клиентские сегменты, то есть на кого вы направлены. Здесь у вас, ну, пишете обычно ваших пользователей, да, потом здесь проблемы этих пользователей, то есть, причем, ну, то есть обязательно, то есть если у вас три клиентские сегмента, то у вас здесь будут три проблемы, и эти проблемы не должны висеть в воздухе. Дальше, так, два, три. Уникальное ценностное предложение. По каждой проблеме у вас должно быть ценностное предложение, то, что вы предлагаете. Решение – это то, что вы предлагаете вашему клиенту решить их боль, то есть то, что вы им даете. И здесь не рекламный слоган, да, а именно то, что вы даете именно как решение, то есть как это учтено в вашем продукте. И каналы, то есть как мы доходим до клиентов, потому что мы понимаем, что если у нас здесь бабушка-пенсионерка, например, да, то есть для нее каналы будут свои, это может быть ТВ, листовки при входе домой. Если это у нас там, хотя сейчас уже там ВКонтакте одноклассники, да, то есть у нас уже пенсионеры другие каналы осваивают. Если это у нас, например, какой-то бизнес-клиент, то, скорее всего, это Фейсбук, либо еще какая-то корпоративная почта, то есть понимаем, что каналы будут разные. Здесь надо понимать. Также каналы, ну, потоки доходов и структуры затрат тоже вам дают понимать, то есть то, что вы на начальном этапе вы тратите, да, и какие-то постоянные расходы прописываетесь, в том числе оплата труда, аренда или еще что-то. И потоки доходов, то есть здесь вы выбираете модель, на которую будете зарабатывать, и здесь может быть и фремиум, какие-то подписки, что-то может быть, ну, просто оплата за услугу, да, здесь вы просто прикидываете, на какой модели вы зарабатываете. Ну, и ключевые метрики. Здесь вы смотрите, на каких показателях вы будете оценивать, что ваш бизнес идет в гору, либо не идет в гору. Вот вы сели в пятницу вечером, да, то есть всю неделю вы работали, там стартап у вас продвигался как-то, и тут вы понимаете, что там, допустим, средний чек упал, или клиентов стало меньше, на сайт заходит меньше. То есть это ключевые показатели, по которым вы смотрите, что у вас успешно или не успешно идет. Соответственно, если вдруг что-то у нас пошло не так, вы заходите сюда, меняете либо клиентский сегмент, либо уникальное ценностное предложение, и, соответственно, меняете свою бизнес-модель. Ну, и, соответственно, три главных стадии, да, то есть это проблема, вы ищите подходящее решение, по проблеме вы делаете продукты и смотрите на подходящий рынок, и масштабируете дальше, соответственно, ваш бизнес. Ну, и на каждом этапе вы проводите подтверждение гипотез. Как вы думаете, где больше всего у нас единорогов? Единороги – это те компании, которые достигли капитализации 1 миллиард долларов. Как вы думаете, где самое большое количество? Штаты Китая, правильный ответ. Сейчас Китай обгоняет, смотрим, да, Штаты даже потеснились. Это две мировые державы, которые сейчас уже вышли в лидеры. Мы, конечно, очень надеемся, что Россия тоже будет входить в этот список. Ну, на самом деле, если честно, конечно же, наши разработчики присутствуют везде, и они числятся на хорошем счету, особенно там, где стоит нетривиальная задача, да, и необходимо найти какое-то решение не очень дорогое. Если у нас, например, быстрые разработчики по какому-то определенному шаблону, то, скорее всего, это будет Китай и Индия, если именно говорить про IT. Вот, но думаю, что мы тоже сможем занять какое-то место среди этих людей, среди этих стран. Есть красивая фраза, это уже про, можно сказать, отца вечера. «Никогда не инвестируй в первосортную идею от второсортного предпринимателя, ищи первосортного предпринимателя хотя бы со второсортной идеей». Конечно же, важно, кого вы берете в команду, потому что компетенция, которая у вас есть, это важно, и следующий блок, собственно, мы как раз поговорим о команде, когда хорошо начинать стартап, когда лучше этого не делать. Но на самом деле, следующий слайд, это говорит, когда же начинать. На самом деле, никогда не рано начинать, да, Марк Цукерберг в 19 лет начал свой стартап. Вот, на самом деле, никогда и не поздно тоже начинать, если мы вспомним KFC, то, собственно, где-то там он лет 50, на самом деле где-то в 40 начал делать, да, но известная сеть, она дошла и до нас, собственно, он начал ее достаточно поздно. Здесь, вот, собственно, Марк Цукерберг и другие прекрасные люди. Билл Гейтс, здесь написано, что в 20, да, Стив Джобс 21. И самый молодой миллиардер, заработавший на своем стартапе, Остин Рассел, это стартап Luminar, здесь он, это лазерные, господи, датчики для машин, и, собственно, вот ему было 17 лет, и... Luminar, можете посмотреть, то есть это именно... Так, ну вот, есть автопилот, это вот лазерная технология, которая помогает машинам ездить. Вылетел из головы. Так, следующий, это Маркус Вилек, это эстонский стартап, это аналог Uber, и сейчас... То есть это Европа. Сейчас этот стартап, раньше назывался стартап Taxify, сейчас это Bolt, и они еще стали сюда, прикрепили доставку еды, и теперь это Bolt Food. И теперь немножко о цифрах, да. Было проанализировано, то есть сделано исследование, 195 стартапов-единорогов, которые были основаны после 2005-го в США. Анализ был проведен по Crunchbase или LinkedIn, также интервьюирование, и что же было анализировано. То есть если это стартап-единороги, то есть успешные стартапы, в чем же их была, как сказать, особенность, да, какие параметры смотрели. Ну, проанализировали, поняли, что основателей на старте обычно 2 или 3, меньше стартап обычно не жизнеспособен, больше тяжело договариваться, то есть когда там 10 человек, то есть это очень тяжело уже договариваться, то есть обычно 2-3 человека. Возраст SEO, 20 человек, конечно, здесь у нас всего 4%, от 24 до 40 самая большая выборка, то есть средний возраст SEO все-таки больше всего представлен. Соответственно, сколько лет опыта работы, да, до работы в стартапе здесь тоже показано, что все-таки какой-то опыт необходимо приобрести, прежде чем организовать стартап. То есть совсем бросать школу или бросать университет, это не очень хорошо. И это, собственно, следующий слайд, то есть какое у нас образование, да, то есть здесь показано, что все-таки самый большой процент, это, по крайней мере, получили бакалавра, а еще другие это бакалавр и MBA. То есть все-таки учимся, а почему еще важно учиться? На самом деле, если мы посмотрим западный опыт, то для них это прежде всего нетворкинг, там, где они общаются, то есть прежде всего связи. Когда они приходят в какое-то сообщество со студентов, то у них там, во-первых, появляются новые идеи, второй, образуются те же как раз вот команды, которые потом становятся стартапами. То есть это важно, что вы попадаете в определенную инновационную среду, да, или находите своих единомышленников и запускаете свой проект. То есть, конечно же, онлайн в этом немножко, может быть, мешает, но с другой стороны, если вы уже попали в такую среду и у вас есть такие единомышленники, то вы уже сможете и в онлайн работать, и удаленно, то есть это не мешает. А может быть, и найдете себе команду распределенно и с миром. То есть общение здесь играет очень много. Так, ну и в какой компании работали? Конечно же, опыт в хорошей компании играет роль, потому что вы получаете опыт, ну, во-первых, из связи, второе, вы видите, как на высоком уровне решаются какие-то вопросы, и вы приобретаете этот опыт, там, я не знаю, взаимодействие с клиентами, на какую-то некую корпоративную культуру, какой-то опыт решения масштабных задач. Но не все такой прошли опыт, но все-таки кто-то поработал. То есть на самом деле где-то поработать в найме, это тоже может быть и неплохо, потому что вы, во-первых, учитесь подчиняться и учитесь руководить одновременно. Это важный навык. И был опыт SEO со стартапами или нет, показано, что все-таки единороги, то есть эти вот миллиардные компании, которые стали успешные, то у них уже хотя бы один стартап был. То есть у них есть какой-то опыт, и на самом деле это про то, что ошибаться нормально. То есть ошибки ведут вас к опыту прежде всего, что вы понимаете, как делать, как не нужно и как можно исправить. Я немножко расскажу про, собственно, как себя чувствуют стартапы. То есть мы понимаем, что, например, в Белгороде у меня был вопрос, а как же стартапы живут, кто же им помогает. На самом деле стартап живет не в вакууме. Прежде всего, конечно же, огромное значение имеет вуз, в котором вы находитесь, потому что здесь у вас появляются идеи, здесь у вас может быть какой-то инкубатор, биржа вакансий, ваши исследовательские лаборатории, которые, собственно, являются местом, где ваши стартапы появляются. Собственно, также корпорации. Сейчас очень большой сектор в корпорациях, и они запускают свои собственные корпоративные акселераторы, и либо они ищут на рынке, либо создают внутри свои. То есть здесь несколько моделей, то есть стартапы в корпорациях тоже есть. И есть еще три варианта, которые вы знаете, наверное, это акселераторы, инкубаторы, которые часто бывают уже в рамках вуза, и стартап-студии. Про стартап-студии тоже расскажу сейчас, потому что это то, о чем, собственно, не рассказывали. Ну и венчур. Венчур ищет, соответственно, что есть интересного на рынке, и инвестирует, чтобы поддержать проекты. Также есть меры поддержки института развития, государства. Многие из вас, я думаю, кто-то получил уже умник, и там есть несколько этапов, чтобы создать малоинновационные предприятия. То есть сначала вы от своей лаборатории подаете, как от вуза, потом вы создаете малоинновационные предприятия, потом уже как предприятие получаете дальнейшее финансирование и развиваете свои проекты. Это особенно касается высокотехнологических каких-то проектов. Сообщества и ассоциации тоже вам могут помогать. И здесь как раз здесь, вот здесь и здесь у нас социальное предпринимательство часто кроется, которым помогает уже государство. И стартап-студия. Здесь официальное определение, я думаю, сейчас мы его просто пролистнем. И попроще, стартап-студия – это организация, которая заменяет основателя или сооснователя стартапа и запускает стартапа серийно. То есть, как правило, идея стартапа идет от самих сотрудников либо держателя студии. И стартап-студия вкладывает в свои экспертизы бизнес-маркетинговой разработкой. И, соответственно, так запускается. Здесь сравнение инкубатора стартап-студии и акселератора. Соответственно, в инкубаторе, откуда идея, это основатели приходят с этой идеей. Стартап-студии – это обычно сами сотрудники. Акселераторы – тоже основатели. Поддержка идет с какой стадии. То есть, в инкубаторе стартап-студии – это от нуля до продаж. В акселераторе обычно вы приходите уже от прототипа до следующего вашего роста. Контроль стартапа в инкубаторе у вас отсутствует практически контроль, либо оно частичное. В стартап-студии – полный контроль. И в акселераторе частичный контроль. Деньги у вас в инкубаторе идут от основателей. В стартап-студии – это от студии и инвесторов. То есть, это история, которая полностью инвестируется. И в акселераторе – это у вас могут быть частично свои деньги, частично от акселератора, либо инвесторов. Ну и, соответственно, доля, которая может иметь от вашего проекта, в инкубаторе либо вообще никакой доли не имеет инкубатор, либо до 15, в стартап-студии – от 25, либо до 80, в зависимости от своих вложений. И акселератор – от 5 до 10. Время в инкубаторе вы можете быть неограничено, в стартап-студии – это неограничено. И в акселераторе обычно до 5 месяцев, ну, средний срок – 3 месяца. Конечно же, инкубаторы тоже бывают разные, соответственно, смотрим, что прописано там. Что в плане денег? Стартап-студия у нас финансирует до первых продаж. Венчурный фонд вас возьмет только, когда у вас первые продажи, и вы уже выросли, какой-то у вас выход. То есть они уже ребята, которые стараются прийти к вам чуть попозже, когда более гарантировано, что они получат успех. Посевной фонд у нас идет от подтверждения прототипа до когда у вас идут продажи. Акселератор у вас обычно, ну, где-то от решения либо прототипа, и когда у вас идет рост. Бизнес-ангелов у вас могут на стадии идеи и до первых продаж сфинансировать. И друзья, семья – это могут вам помогать всегда. То есть они пришли и сказали, мама, дай мне денег на стартап, возможно, соответственно, вам помогут. Здесь модель стартап-студии. Если кто не знал, можно рассказать, да, то есть откуда появляются идеи вообще в стартап-студии. У вас могут быть корпоративные запросы, которые могут прийти, например, в ваш вуз, где у вас есть стартап-студия. Могут быть партнеры, это, например, инкубаторы и акселераторы, которые могут вам тоже давать идеи. Либо это ваша лаборатория, либо форсайты какой-нибудь технологический, как у нас сейчас прошли, например, национальная технологическая инициатива, и по всей стране запустились там всякие проекты, хакатоны проходят, тоже продолжаются более мелкие форсайты. То есть идеи могут быть идти. И лаборатория университета. Все это попадает в команду стартап-студии. Здесь выбор идеи укрепления команды. Здесь набираются, собственно, студенты, преподаватели, внешние команды собираются, и дальше идея у вас проверяется, прототипируется, упаковка проекта, и дальше вы можете уже выделяться в отдельный стартап или спин-офф. Бизнес-модель, стартап-студия, то есть что они получают? Ну, во-первых, если у них пул проектов, могут получать выручку от их портфельных компаний, какая-то доля идет. Продажа какой-то доли, если вы стали самостоятельными, вышли. Услуги внешним партнерам. А расходы, то есть они полностью содержат команду, то есть это фонд оплаты труда, внутренние исследования, неокры, подрядчики и переменные расходы. Также мы очень сильно ратуем за то, чтобы предпринимательская среда развивалась во всех вузах, и что вы будете как раз той движущей силой, кто будет запускать, ну, по крайней мере, популяризировать предпринимательство, то есть мероприятия, ивенты, какие-то встречи. И мы просим вас пройти по QR-коду, это ссылка на факультет, то есть это цифровая среда для студентов технологического предпринимательства. Можете зайти и перейти по нему, и зарегистрироваться. Так, я пока оставлю QR-код, вы можете пройти, и, соответственно, эта программа идет в рамках Министерства образования, то есть популяризация технологического предпринимательства, и мы сейчас проедем по 18 регионам, и в эту среду будет огромное количество вузов подключено, и это будет уже работать как сеть. В следующем году, я думаю, что количество предпринимательства будет, ну, то есть центров предпринимательства станет больше, и также откроется стартап-студия, которая будет на вузах, либо расширится инкубатор и акселератор, где будут запускаться проекты. Также очень надеемся, что количество проектов, которые будут в рамках вуза, будет увеличиваться, и, соответственно, количество стартапов тоже вырастет. Что самое главное мы хотим? Мы, прежде всего, хотим, чтобы создалась сеть по вузам, именно по технологическому предпринимательству, чтобы у вас количество проектов стало больше. Будет ли у вас стартап-студия или не будет, на самом деле это, ну, как сказать. На мой взгляд, стартап-студия, конечно же, имеет слишком большую долю от проектов, и тот же самый, допустим, акселератор, в этом плане у него процент меньше. Но если взять стартап-студию и инкубатор, если мы вернемся вот сюда, сейчас мы понимаем, ну, мы понимаем, что в начале проекта финансирование полностью дать лабораторию никто не может. И к тому же очень большая проблема идет именно на этапе создания идей. Очень часто просто люди не знают, какую идею создать. То есть я на самом деле сама, когда запускала свой проект, то есть у меня тоже было малоинновационное предприятие, ну, вначале у меня просто я не знала, что сделать, потом у меня родилась идея, я долго подавала на умник, переформулировала, как это должно быть упаковано, тоже проходило сколько-то там питчей, там заседаний, меня выслушивали, и я не с первого раза там получила, потом получила продолжение. На самом деле это очень сложный процесс того, как ваша идея выкристаллизовывается, как она идет. И очень важно, конечно же, получить в начале поддержку, прежде чем ваша идея не потухла. Это очень классно ваши идеи разрабатывать, когда вы, например, IT какой-то стартап, вы можете сесть, походить на коленке, еще что-то сделать. Если вы, например, связаны с биологией какой-то или биотех, биотех не делается быстро, это в среднем цикл 5 лет. И там нужна дорогостоящая лаборатория, дорогостоящее оборудование, какие-то специальные условия. Скорее всего, например, айтишникам в стартап-студию не надо, может быть, им сразу надо идти в акселератор или еще куда-то. Биотех, скорее всего, попадет либо в стартап-студию, либо в какой-нибудь инкубатор. Просто по-другому никак, здесь это правда жизни, потому что все, что вы делаете в лаборатории, принадлежит уже в УЗУ. И это уже идет в условиях. То есть те исследования, которые проводят в лаборатории, являются собственностью ВУЗа, соответственно, интеллектуальной собственностью, и вы представляете здесь ВУЗ. Надеюсь, вы не испугались ни стартап-студии, ни цифровой среды. Создадите здесь свой телеграм-канал или еще что-то, и будете туда публиковать все свои мероприятия. Это будет по аналогии, если вы знаете оси и лидер ID, то есть когда в точках кипения регистрируется, по аналогии это будет примерно то же самое. То есть можно ругаться или нет, но, по крайней мере, доступ ко всем мероприятиям будет у УЗУ, по всей РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова